Привет, друзья! С вами Света, и это видео новости недели Гоха Уикли. Как вы наверняка заметили, с нового года мы начали радовать вас новыми сериями стримов, подкастов, видеообзоров. Так вот, встречайте, новая серия видео от Helldiver, где он рассказывает о технике World of Warships. А теперь поехали посмотрим, что было еще. Зенни Макс осторожно прощупывает почву после объявления отмены подписки. Недавно в сети появилось превью игрового магазина Elder Scrolls Online. Шоп ведут с переходом игры на новую модель оплаты. Делать покупки в шопе можно будет за кроны, и ход этой валюты уже вовсю оценивают на тестовых серверах. Курс валюты 1 доллар за 100 крон, а расклад примерно такой. 2100 крон будет стоить апгрейд до Imperial Edition, 30 дней подписки около 1500 крон, костюмы и пета обойдутся от 400 до 100 крон, а наборы зелий по 200-400 крон. Соответственно, месяц подписки 15 долларов, а пучок зелий 2 доллара. Выползает из затишья Wild Star. На неделе вышло обновление Drop 4 – The Protogames Initiative. Обновление позволит получать новую валюту в ветеранских подземельях, а купить на нее можно будет крутой эквип. К слову, появилось целых три новых сета, а за выполнение квестов с 6 по 49 уровень дадут на 15% больше опыта. Добавили несколько новых подземелий, перемещение на такси стало еще быстрее и появилась новая эмоция Make It Train. Джедаи, Ситхи и другие обитатели Star Wars The Old Republic 10 февраля получат дополнение 3.1 под названием Conflict of Richie. Самое вкусное в будущем дополнение – это, во-первых, Hard Mod, Flashpoint, Blood Hunt и Battle of Richie для четырех игроков 60 уровня, за прохождение которых можно получить маунтов и новый сет шмоток. А во-вторых, начало четвертого пвп сезона, а это значит куча лута и призы после его завершения. Продлится сезон вплоть до патча 3.2. Ру-версия MMORPG Terra завершила второй этап закрытого бета-теста. Он длился совсем немного – всего 170 часов, за которые мы и вы исследовали мир и написали множество отчетов. По их результатам Destiny Development обещали приготовить список необходимых правок, которые потом уедут на родину игры к разработчикам. Дату начала открытого бета-тестирования пока не говорят, но понятно, что начнется оно только после анализа и обработки всей информацией. Разработчики The Secret World выложили новое письмо, судя по которому нас ждет переделка системы наград за квесты, новые боссы и улучшение туториала и напоминаний. Появится система быстрого перемещения и можно будет легко телепортироваться к аниме-источнику. Ну и issue 11 будет заключительной главой, посвященной Токио, а за полное прохождение стори-миссии Трансильвании будут давать первое эпическое оружие. Совсем скоро обновится классическая версия Lineage 2 у себя на родине в Корее. С 11 февраля можно будет пытаться фармить Антареса, появится бэринг оружия и брони и прочие радости ранних хроник. Плюс к этому исправление множества всяких багов и запуск специальной страницы, посвященной обновлению, чтобы всех нас ностальгия сразу и немедля скрутила кого во что. GameNet продолжает привлекать всех участников клуба ждунов Ru Black Desert к локализации. На днях они запустили голосование за выбор очередного элемента в будущей русскоязычной версии игры. Казалось бы мелочь, шрифт, но локализаторы решили, что это очень здорово влияет на восприятие игры и с ними трудно спорить. Проголосовать можно на официальном форуме, правда для этого нужно быть зарегистрированным. На прошлой неделе в Москве прошел первый совет студенческих гильдий League of Legends. Что это вообще такое студенческие гильдии? Это специальная программа, которая позволит найти в своем вузе тех, кто играл в LoL и объединить их в гильдии. Главное событие сбора — объявление об учреждении фонда стипендий тем, кто успевает по учебе и хорошо играет. Битве гильдии, конечно, призы. Обо всем этом подробней совсем скоро. А кроме этого Riot Games представила обновленного чемпиона League of Legends — Тристану Йорлдского канонира. Тристану переозвучили, обновили модельку, текстуры и эффекты для всех ее скинов. А еще у нее появятся новые умения под названием «Разрывной снаряд». Конкурсы про всякие ММО у нас на портале в общем-то не редкость. И вот конкурс внезапный и интересный, в рамках которого вам предстоит на минуточку поруководить командой Goha.ru. На самом деле конкурс в честь 15-летия проекта Sims. Чтобы поучаствовать, вам предстоит придумать небольшую веселую историю с вашими симами, добавить в нее симах с никнеймами команды Goha.ru. Там Гоха, Скиф, Гара, Сиротин, Тапика и кого угодно на ваш выбор. Собрать ее в комиксы из трех или шести кадров, но не больше шести, и в качестве кадров использовать скриншоты из игры, добавить диалогов между героями и выложить все это у нас на Goha.ru. Конкурс идет до 18 февраля, победителей мы объявим 20-го, а победитель собственно получит главный приз — коллекционное издание Sims. Скучали по Portal? Вот и дебютный трейлер бесплатной модификации Portal Story Smell для культовой приключенческой головоломки Portal 2. И да, это работа фанатов, а не профи. Игра выйдет в первом квартале, уже прошла Steam Greenlight. Portal Story Smell — это мод с крупной сюжетной компанией, в нем больше 20 тестовых камер с уникальными головоломками. Юмор и опасность, конечно же, с энтузиазмом присутствуют. Любители вахи точно запомнят этот год. В сети появилась обложка и скриншоты финского журнала, который анонсировал новую игру под названием Warhammer The End Times Vermintide. Это будет мультиплеерный шутер, рассчитанный на четырех игроков по типу Left 4 Dead, с похожим искусственным интеллектом. На выбор будет пять персонажей, среди которых будет охотник на ведьм и Огненный Маг. Еще одна хорошая новость. 3 февраля вышел второй эпизод Game of Thrones A Telltale Games Series, который называется The Lost Lords. Если вы еще не прошли его, то трейлер смотрите аккуратнее, он со спойлерами. И кроме нашей традиционной моби-гохи, стоит в мобильном направлении упомянуть выпуск нового обучающего видео по Witcher Battle Arena, мобильной мобоигре. На этот раз рассказывается о системе экипировки, усилении героя и предметах, которые можно перемещать между героями. На этом все, не забывайте подписываться на наш канал, смотрите наши новые серии стримов, подкастов и видео обзоров. А самое главное, играйте с удовольствием, увидимся на следующей неделе. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok